Ребята, мы снова возвращаемся. Это снова, как обычно, Топ Соломон 1.32, а враг со мной уже Ваня Рэдпеппер. Привет, Ваня. Да, Ваня со мной. Или не со мной. Ну, все-таки, играют игроки такие, как Рилка и Ренат Денжерас, кстати, такие знаменитые игроки. Ренат это склана No Name, а у Рилки я наблюдаю ветеран, значит, чего-то он добился в киберспорте, значит, будет показывать достойную игру. Сначала у нас раунда уже, падают первые коробки. Ренат уже на фулл-дропе стоит, ждет. Кстати, Ренат выбирает Хантер вместо Викинга. Интересное решение, но все-таки он выбирает дропы, есть аптека в центре, также там есть и Рилка, но у него, кстати, спал дроп, ставит он милку, пытается как-то отыграть с помощью этой расходки. Ренат будет давить Рилку, у Рилки остается только одна ДА, нужно попадать Ренату, он как-то не старается это делать. Но все-таки вот этот дамаг пропадает, да, и не натыкаться на милки, есть милки. Две милки стоят на силу в лэкштоке, нужно осторожно отыгрывать Ренату, но все-таки он возвращается на свою базу, подбирает коробку брони, подрывается на миле, будет добивать Рилку, используя вот эту аптеку с ловочкой. Будет проходить возврат, и будет пытаться доставлять ловочек. Нека дуэль проходит, сейчас у нас справа, тут и Рилка на двойных, и Ренат, правда у Рената мало хп, нужно ему что-то с этим делать. Но все-таки Рилка добивает его и будет вести флажочек, но не успеет он, потому что это карта враг, зеркальные флажки, есть респаун от Рената, и не нужно стоять, нужно ехать, почему он боится? Потому что он на хантере, он чувствует себя более маленьким, чем викинг, например, да, всем привет. Ренат возвращает, но тут будет тяжело ему немножко поставить, он скорее всего не успеет, и действительно любопытно, почему он берет хантер. Может ему просто удобнее играть на нем? Возможно, но он может дать сейчас Рилку, но у того есть аптека, хорошо, он использует ее также, аптека падает в центре, Рилка видит ее, Ренат игнорит дроп. И у нас снова небольшие качели. Правда, у Рилки преимущество. Ренат самостоятельно сажается, он не решает, Рилка ехать на возврат, будет сразу же ехать на доставочку. Правда, флажка которого еще нету на базе. Первый овердрайв, к слову говоря, у Рената, за Ренатом, и там еще минус стоит, он может ее схватить, но объезжаем, очень близко. Также есть овердрайв у Рилки. Ренат, кстати, не использую свой овердрайв, почему-то посчитал нужным оставить его на потом. Будет выдвигаться на пока флажка, который еще не вернется очень долго, время еще секунд 10-15, он может спокойно его подхватить. Но вот стоят, боятся у обоих половины хп, правда у Рената есть фулка, я не знаю, почему Ренат не решился поехать, видимо, боится, не считает дроп соперника, точнее его расходки, и ждет, ожидает. А, ребята уже ожидают 4 минуты, а кто-то допустит ошибку, самоустажается Ренат. Танки нужно ехать, зачем он это делает? У меня все правильно, он делал, достаточно, что на базе уже две винки поставил, две печеньки, и у нас все так же продолжается борьба за ошибку. Падает в центре коробки аптеки, так же еще и падает ДДшка, которую нужно контролить тарелки, у него скоро дроп должен пропадать, хоть у него есть уже трайв. Сливает он неплохо Рената, как раз у него ДД пропало, он забирает этот ДД, так же будет забирать аптеку, или не будет. Он должен забирать, нельзя стрелять под Рената аптеку, потому что это будет очень глупо. Немножко вроде подлагал у меня Рилка. Рилка, он завис. Не знаю. Да, завис Рилка, конечно. Ну, будем его ждать. Пока можно рассказать, что Форс одолел все-таки Аветиса в молоте, выиграл он его в серии пенальти со счетом 2-1, общий счет в матче. Ну и, как это называется, взял реванш, не пустил Аветиса. И, кстати, снял корону с Аветиса, потому что так-то в прошлом сезоне он выиграл Товсова Молота, а теперь вылетел в 1-32. Но зато Аветиса выбил почти, конечно, выбил. Есть еще нижняя сетка у Форса в Товсова Рикошете. Посмотрим, что там будет с Аветисом. Может, он на этот раз выбьет Товсова Рик. Возможно, может быть, он больше тренировался к Рикошету, нежели к Молоту. Но у нас происходит иная ситуация. Рилки нету. Ренат по киброспортивному поведению не таскает флажки. Ждет, пока его противник зайдет. Ну, мы подождем. Дождем серельку. Или тестнем. Ждем мы противничка. Можем пока что поговорить о чем-то. О погоде. Не. Плохая тема для разговора, такая награда. Можем результаты пока вот какие-нибудь интересные. Есть какие-нибудь результаты? Когда промокод? Когда промокод? Никогда. Я весьма дружен. Да. Адвокат, кстати, выиграл АДЦ или АБЦ. Не знаю. Ренка была полноценна. АБЦ там АБЦ и АДЦ есть. АДЦ, наверное, он все-таки. За счетом 3-0 выиграл его адвокат. Хотя... Привет, Ренка. Почитай чатик в битве пока что. Я говорю привет. Спасибо тебе, Ренатик. И клану NoName. Тоже поцелучки там в ушках. Осталось всего 2 Блица отыграть ребятам авторы лики. В общем-то, я не знаю. Тут, откровенно говоря, не думаю, что есть смысл транслировать этот поединок. Я, если честно, даже не знаю, сколько он закончится. И закончится ли вообще когда-нибудь. Мы можем максимум, что сделать, это уйти на... Не знаю, в общем, есть смысл продолжать или нет этот бой. Ну, в плане трансляции. Там-то и ребята, понятное дело, доиграют. А в плане трансляции... В плане когда экзотик? Никогда. Ха-ха. Как это никогда? Вот ты в чате... Почитай чат там в синий году. В ролике ГВП. Не хочу. Экзотик нет времени на экзотик. МКТ закончился 28 сентября, насколько я помню. Потом 3-4 дня перерыва. Перед стыковыми играми. Потом стыковые игры. В общем, никогда. Ну, потом, да. Стыковые игры. И потом, собственно, у нас уже будет регистрация на МЧ, точнее подтверждение участия. Не начнется сам МЧ. Времени на экзотик. Вот перед МЧ запускать экзотик. Вот самое то. Кланам надо тренироваться, чтобы убить чемпиона бронзово-серебро. А они будут играть экзотик. Вот после МЧ сам это. После МЧ, да. Перед Новым Годом. Будет у нас идти клановый тандем, который начнется где-то с середины... С середины ноября примерно начнется клановый тандем. И в итоге это. Там можно будет какой-нибудь экзотик провести. Параллельно с клановым тандемом. Почему бы и нет. Так мы Ирина тоже передали приветы. Ваня передал привет тебе. Я передал привет. Кланам передали привет на это. Нет, нам говорят приветы передать. Мы же передали привета. И в Кузико даже пословали. Не знаю, не знаю. Я такими делами не занимался. Но это образ. В чате вижу даже дискуссию. Когда Зинит что-то выиграет, Ваня? Ваня, когда что-то Зинит выиграет? Он уже выиграл все, что только возможно. Зинит не выиграл только лигу чемпион. Так, он нормально выиграл трофеев. Первый раунд у нас закончился со счетом 0-0. Да. Вот так вот получилось. И ребята готовы начать следующий раунд. Релка все-таки подключился к нам. Включили у него свет или что-то. Другое может быть. Ну да, по сути. По сути у рельки ничего не поменялось. Каких поединок тоже. Да, ну в общем, надо анонсировать турнир, NQT. Кто там будет играть. А у нас, кстати, лайт, правильно? Получается, Сынерджи против Вавилонов. В формате лайт у нас будет завтра. В 20.00 я думаю, это будет топовая игра. Топовый бой. Ну, в формате лайт, да, скорее всего, два сильнейших. С этим поспорить будет тяжело. Это зависит будет от Вавилонов, от состава, который Вавилон соберут. Потому что не каждый состав у Вавилонов будет боеспособлен на формат лайт против Сынерджи. Ренат думает правильно, все он правильно обдумал и поступил. Так что, 30 секунд остается. Первый раунд ничья. Остается три раунда. Правильно, нужно тренироваться. Нужно проходить дальше. 1.32 это не 1.256, как я вылетел. Не играю вообще. Остается здесь секунд. Ребята готовы самоуничтожиться. Правда, Эйнат. Эйнат не готов к видимым. Почему? Он просто катается. Он потерялся во времени немного. Начала раунда есть. Есть коробка брони с обеих сторон. Также падает ДДшка и падает аптека. Так красиво падает дробь. Мне аж понравилось. Наверное, с парашютиками. Слава богу. Релка снова в центре. Будет пытаться забирать аптеку. В первом ладе у нее не получилось ее забрать. Но во втором попытается. Передамажит своего противника или нет. Это мы сейчас посмотрим. Но остается он на меньшее количество хп, чем Ренат. И Ренату нужно что-то делать. Убивает он, кстати, Релку. И если почитать, то Хантер вроде как быстрее викинга. И он мог бы поставить, если бы ехал с другой стороны. Потому что и поломанная стеночка есть. И можно быстрее допрямить. Неплохо сбивает прицелы. Также есть деминки поставлены на табуто и руков. В релке нужно бежать. Там еще и милка неплохая. Ренату, на которой релка подрывается. И самоуничтожается сам. Интересное решение. Повезло. Не повезло, конечно, с респаунном релке. Он мог бы успеть. За флажком. Но есть как есть. Ренат там похватив флага, будет выезжать справа. Там есть релка, он уже на ТД. От своего противника. Надамажил ему немного хп. Скоро будет вот этот флажка. Правда, не спасает аптека релку. И это будет доставочка. 1-0 за 2 минуты. Неплохо. Ренат отыграл на своем дропе. Теперь уже будет релку возить. Оставляю также за собой минку. Неплохую. Ренат по полной дамажит своего противника на ДД от своего молока. 1-1, быстренько ребята обменялись флажками. Все хорошо. Да, Ване, видимо, нечего сказать по этому поводу. У Рената, кстати, появляется овердрайв, который он может использовать только когда он заберет аптеку. Хоть и овердрайв будет скоро у релки, но не нужно стоять. Пропадает дроп. Нету ДДшки у противника. Нужно давить. Нужно по максимуму дэмэдж наносить. Он это и делает. Убивает спорная релка. Есть доставочка флага 2-1 в пользу Рената. Ну, кстати, да, действительно, 2-1 в пользу Рената. Появляется у Рената овердрайв. Может он что-то сделать. Релка любопытно способен запрыгивать на Рената с помощью мимки. И тот почему-то самоуничтожается. Я не совсем понимаю, почему. Но за счет этого Релка ставит флаг. Есть оба фидеорков овердрайв. И что-то они могут попытаться с этим сделать. У него оба игрока на маленькое количество хп. Ренат использует аптеку. У него также должна быть ДДшка, которую он должен заюзать и поехать на релку. У того тоже аптека уже израсходована. Остается только овердрайв. И тут уже будет решать скилл. Кто как использует ОД и как его проявит. Но вот выживает Релка. Не проходит максимальный дамаг. И вот сейчас мы посмотрим. Есть Хантер. И вот как я и говорил, Хантер успевает послесать фажочек. 3-2. Ренат снова впереди. И Орелка в роли догоняющего что-ли. Остается. Ну, Орелка-то может сейчас попробовать поставить. У Рената нету дропа. У Орелка есть Фулка. Если у Орелки аптека это вопрос. Скорее всего есть. Должна ли, потому что он только зареспился. То есть еще или нет. Не используется на аптеку. Видимо ее не было. Или посчитал нужным оставить. Может быть там последние 10 аптечек у него. То есть, Орелка убивает. Релка потерял флажочек. Ставит минку на ДА. И Орелка подумал. Возвращать не возвращать. Все-таки уезжает на красной тряпке. Также падает ДД на Орелка. Есть аптека. Есть аптека у Релки. И тут уже по КД будет решать все. Ну, у Рената, кстати, КД-то не нету КД. И остается еще один даже сыграть молотный. Он спокойно убивает. Релку еще 4-2. Не успевает Релка поставить флажочек. Сейчас он догнать. Своего противника. Вот я заметил, что в трупах респится иногда танки. Это меня очень не радует. Есть поход флажка от Рената. Будет за ним Релка бежать. Релка, кстати, подрывается на минке. Неплохо Ренат воспользовался этой печенькой. Надамажил Релку по полной. Еще осталось без аптеки. Релка спокойно убивает противника своего Рената. И, я так понимаю, самоуничтожаться что-ли будет. Нет, просто катается здесь. У Рената все по маслу. Он выигрывает 4-2. Остается 4,5 минуты. Нужно давить своего противника. Он это и делает. Странно. Релка высунулся прям. ДДшного молота в итоге. 5-2 допустил не столь значительную ошибку. Но все-таки. Катается фантомить Рената Релку. Тем самым у них прошло, так сказать, вот. ДД. И без аптеки у нас Релка. Нужно добивать Рената. Правда, вот. Есть у Рената аптека теперь. Ну, Релька просто самоуничтожается. А Ренат делает то же самое. Да и к тому же тяжело было Рельке добить Ренату. У того не было ДДшки. А скорее Ренат добивал Рельку. В данной ситуации. А Ренату не стоит ехать. У Рельки есть аптека. Лучше выманить того как-то на себя. Предпочитает Ренат по-другому. Сыграет на что-то его право. Ну, и он просто поставит флаг. Релька забывает. Забывает, что надо забирать вражескую тряпку у себя на базе. Может быть он не тренировался так часто на этой карте. Не думал, что дойдет до 1.32. Может и не думал, что он у нас будет. Но все-таки он достает флаг. 6.3. 3 минуты остается. Также падают 2 коробки ДД, которые нужно контролить Ренату. Хоть и он заберет 1, 1 оставит. Но все-таки. Зачем-то, кстати, он использует ДД, зная, что перед ним ДД. Это я уже вижу не в первый раз. Странные действия от некоторых игроков. Пытаются не перестреливаться друг в друга на краях этих подъемов, этих холмов. Все-таки Релка будет на выдвижении. Там есть аптека от Рената. Главное Релке не попасть на нее, если он будет давить своего противника. У него нету чем давить, потому что у него дроп пропал. Также есть овердрайв у Рената. Решает нас уничтожиться. У Релки он будет немножко попозже, через секунд 30. Плюс-минус больше. Ренат будет первым на подхвате. Релке нужно что-то как-то действовать, потому что он еще и Нибус падает. Вот это вот неплохо Ренат отыграл. Я бы не добивал бы. А если Релка не самоуничтожается, я бы не добивал. Но все-таки Ренат будет пытаться доставить ложечек. Правда не успеет. Он успевает Релка подхватить флаг. Там еще и Дашка, и минку он ставит. Еще и аптека должна быть у Рената, как и у Релки. Еще и в центре аптека падает. Видит Ренат эту минку. Не будет он на нее наезжать. Использует овердрайв. Еще и у Релки появляются. Сейчас проблема будет у Рената. Тут должен быть возврат в исполнении Релки. И доставочка хотя бы четвертого флага в этом раунде. Спокойно он убивает. И да, доставляет ложечек. 6-4. Счет. Минута до конца. Ну тут уже скорее всего раунд будет за Ренатом. Потому что он еще и дроп законтролит. Ну за минуту до конца тяжело будет сделать что-то Релки. Два флага, ну привести почти невозможно. К тому же Ренат сейчас его перестреляет. Он первый на молоте. Почему-то правда испугался. Я сейчас не знаю почему. Видимо перестраховывается, конечно. Сам уничтожается еще. По-моему он первый был на молоте. Конечно не уверен. Но мне так показалось. Ну все-таки два флага лежат рядом. И Релка будет что-то пытаться делать. Подхватывать целый флаг. Все правильно делать не возвращает. Вообще подходят вражеские флаги. Не возвращает свой флаг. Но там Ренатом на фулл дропе. И Релки нужно включать ДД. Который он не пытается включить. И подрывается на мини. И вот неплохие минки от Рената тоже. Работают. И это не первая минка. Это уже вторая или третья. На которой Релка в нужном моменте подрывается. Остается 3 секунды. Тут уже ничего не получится у Релки. И Ренат спокойно выигрывает второй раунд. Со счетом 6-4. А по раундам пока что 1-0. Ренату нужно выиграть еще один раунд. Чтобы он прошел дальше. В одну шестнадцатую. Интересно если будет ничья. Или Релка выиграет. Ну и будет встречать четвертый раунд. Может даже и мостик. Не хотелось бы мостик смотреть. Откровенно говоря. Хочется уже пойти спать. Мне еще к тому же надо результаты принять. Жалобы оформить. Там по некоторым игрокам. Поэтому дел так много. Ого-го. Надеюсь что Ренат разберется в ситуации. Хотя конечно. Ладно. Я шучу. Надеемся что будет интересная игра. И Релка сможет собраться. Да. Вообще интересная игра. В любом случае. Это не стоялова. Это типа не игра такая закрытая. Знаешь. Которую мы видели. Хотя вот действительно любопытно. Почему Ренат играет на Хантере. А не на Викинге. Это реально интересно. Да. Надеюсь сейчас аргументированно. Он обоснует почему Хантер. Полюбить Хантер. Интересно. Как можно полюбить Хантер. Хоть он похож с Викингом. Но. Но Викинг как-то ниже. Он более красивый что ли. Я не знаю. Наш оператор нам подсказывает что. Держатся те же два выстрела. И скорость больше. И больше. Как ведь поставить. Это у Викинга больше скорости. Не у Хантера. Это у Ха... Это у Викинга да? У Хантера больше. Ты и Ваня. В каком месте? Это я ничего не путаю. У Викинга скорость. Давай зайдем походу. Зайди. Сейчас я даже разойду посмотрю. А ты пока что. Посмотри бой. Посмотрю. У Викинга больше скорость. У Викинга больше скорость. Да. Продает аптека за релькой. Но релька предпочитает ее не забирать. Вставляет ее под Ренат почти. Ну и... Ренат может того перегреть за счет этого ремкомплекта. Хотя... Более всего он старается отыгрывать. Но мог бы и поехать на рельку. Она уже получает лишний дамаг. Который не должен был получать. И убегает на вражескую базу. Тут Минка стояла у Рената на базе красных. На базе... Да. На базе красных флэшопа. На базе красных. Также еще там Минка одна стоит от релки. Ренат получает дамаг. Который снова не должен получать. В итоге остается без аптеки. Им нужно потратить флажочек. И у нас снова Размен. Еще и Минку схватывает. Неплохо. А релка в этом раунде уже пользуется. Этой расходкой. Опять самуничтожается. И у нас снова Разменчик. На основном на подхвате у него есть дроп. Также у релки есть дроп. Но нету Дашки. Да. Для Айморта. Вот тот, который на каждом корпусе и пушки по миллиону опыта, не знает кто быстрее. Кошмар. Жизнь, по-моему, для этого человека уже все. Кстати, зря Ренат не поехал сейчас давить рельку. то у него не было хп, он остался на один быстро Не знаю в чем прикол в этом плане Для Рената, мог бы сыграть более агрессивно и попробовать переиграть своего противника и поставить флаг Еще аптека падает и две Дашки, которые лежат слева Одну из которых забирает Рилка спокойно, еще Ренат подбирает аптеку и еще будет Дашку забирать Вообще-то все по маслу, ничья, да, видимо, ребята-то устраивают такие вот постаюшки Ну, я не знаю, кого это устраивает Рената, наверное Но не рельку, скорее всего Да, какой раз уже Ренат, третий или четвертый, он все раз уничтожается, а Рилка обычно Ставит минки А Ренат респится Включает Дашку, получает урон, включает аптеку, включает нетру Заезжает на базу Все так же спаливает хп и снова уничтожается Как говорил немец Никнем такой, если что Хе Люди читаются как книги Да, конечно В чем-то оно Философское, но в чем-то Глупо Но все-таки, если у вердрайва у ребят Нужно ехать или надо Подбирать флажочек Правда, сейчас он зачем-то использует ДД, а не броню И в итоге умирает, погибает И сейчас есть кое-какие шансы У Рилки Тут уже он не успеет Ренат поехать, он понимает Включает ДД Включает аптеку Так же есть у него вердрайв Рилка должна выперегивать спокойно Че, да, включает? Но слишком много Проезжает эти мины Как он поехал? Там эти мины стояли Вообще рядом друг с другом И каким-то образом Проскочил, но все-таки доставляет Флажочек Рилка Да, успевает доставить Еще чуть минус не положил Рената Но мины все так же стоят И Ренат боится Ренат надо ставить хотя бы один хак Но не успевает он взять мину Проходит максимальный... Мину Аптеку не успевает Ренат взять Проходит максимальный дамаг Огромное число минок стоит на базе Рената Четыре... семь минок Это кошмар какой-то Ренат не выехать Ноас повеки Даже восемь минок Две минки на дропе Три минки справа И три минки слева Раз минка И там еще вторая Я если слава богу И не поехал Поддумал обдумал Эта ситуация сейчас нужно пытаться что-то делать уже ренату и кстати неплохо он это и делает сливает спокойно реку продакончается метро ой как его время это расход по нему закончилась успеть поставить не решается уничтожаться оставаться на базе давид до последнего своего противника еще избивает аптеку а почему релку стреляет а все правильно делать видишь нужно стрелять нужно до последнего ждать аринат не скидывал флаг все он правильно делал ну стоять ждать пока флаг вернется на базаре ну понятное дело что на северинат они синие флагшток привет уже на подхвате у него еще и свинка слева и на базе еще дашка за него падает он пропускает прижать мимо минки повезло в моменте сливает кстати релку увидим они полка в аптеке ли просто не успел нажать доставочка один один там уничтожается и релка уже на выезде уже собираются ехать на своем викинге вот так у на подход флажка центре показывает аптек уже второй или третий раз неплохо контролит ребята все-таки центральный главную коробку че плюс у него есть аптека бы по пусть будет попадать флажочек попадает правда дропы и ренат нужно стоять а увидим уже надо тоже пропадает дроп и сейчас будут никаких проблем и если релка переиграет своего противника брат мой один один только боится маринат и самоуничтожается принципе все правильно делает нету дроп и нету аптеки проще самоуничтожиться и уйти на респ но вот что теперь делать против релки хотя у того вроде как нету аптеки можно было бы знаешь включить ддшку и на характере того фига 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 и снова вот не было хп у релки ренат стоял ждал и сейчас ты опять знаешь что у него нет хп почему ты стоишь спасибо добивать это все как-то выезжать но у него не очень так получилось рената будет ехать на доставочку флага и он по сути должен а должен да успевает поставить флаг еще и попытался на дамалит рената но все-таки почему-то ренат стоит на базе чего он ждет ну он самоуничтожается и релька поехала за флагом противника рената надо подбирать свой ну то есть флаг противника также есть у рената овердрайв который может заюзать и контролить аптеку на кайту в итоге у может оказаться аж 3 аптеки отлично ренат контролит этому будет ставить пользуется ренат еще отлично милки это будет уже счет 32 отлично ренат отыграл этой ситуации не дал рельки запрыгнуть него как это было предыдущих моментах и в итоге выигрывает уже в раунде со счетом 32 если ренат выигрывает этот раунд то он выигрывает матч собственно со счетом 20 до релки нету расходки нету аптеки остается 40 секунд тут уже нужно очень сильно постараться играть этот раунд 30 секунд релка стоит из аптеки на дт также у рената пропадает расходка я так понимаю у нас розыгрыши не будет или будет будет розыгрыш небольшой паузы понятное дело остается девять секунд кстати успеет релка поставить 5 4 и успевает делаем четвертый раунд вот нет что постоять просто постоять на своей базе и подэй оставалось 30 секунд 30 секунд у тебя есть дроп все отлично зачем ехать вы ничего откомментируем еще один раунд где ребята будут также стоять по углам карты и пытаться отыгрывать на ошибки противника остается полторы минуты ребята контроля дроп центре карты я даже сейчас с чатиком пообщался конечно говорить ну еще у нас будет 10 минут как буквально а я надеюсь что это будет последний раунд как бы мне не хотелось увидеть пенальти раунд на мостике на все таки а в чатике как-то пусто ну и ладно 4 раунд да если ренат его выиграет то он выиграет остается 10 секунд ребята готовы к самоуничтожению и у нас начало четвертого игрового раунда где ренат постарается выиграть судя по чату есть неплохая минка возле флагштока есть без права которая падает ренат уже готов пытаться выдавать дамаг по этой дешке чей у него тогда падает так что нужно не использовать как в третьем раунде и смотреть на падающую коробку забрать 2 коробки которые тебе падают почему ты не делаешь ну я не понимаю что ну наконец 13 какие додумался и будет ехать на подхват коробок а есть центре аптека которые нужно контролировать он видит я буду контролировать не тогда когда надо выдает дамаг и все и теперь нужно бежать рената сбивает правда не полностью аптеку релки все равно он то в плюсе как он не ставит факт к сожалению был бы в плюсе если бы он факт ставил а так ну где-то средненько что-то в этом роде ну и к тому же опрометчиво врубать да дешку и к тому же если ты не уверен в своих силах и не уверен что 100 процентов попадешь в итоге еще пару секунд может отвернуться но нет успевает ли над но попадается еще и на минку на это уже не очень решает в этом противостоянии он просто самоуничтожается и натик да и ребята снова стоят на концах этих этой карты будут перестреливаться молотами первым даже в честь победы рената заранее пускают салюты ну а минки стоят две минуты прошло я понимаю оба игрока в участь просто минироваться а это они делают пытается релка поставить минку и получить дамаг но у него как-то это не получается у нее плюс еще нету дашки ну ренат этим не пользуется он не хочет ехать на рельку но в принципе если этот раунд уйдет в ничейный результат то это на руку ренат ренат выиграл второй раунд поэтому ведет матч со счетом 1-0 ну а если выберет релка то мостик здравствуйте ну вот остается 0 хп у рената релка может все сделать он это и делает забирает еще аптеку почему-то не по возврат но посчитал нужно оставляет коробку дд я так понимаю оставляет под ренат эту коробку дд специально он остается на 0 хп правда есть у него аптека еще и дд у него закончилась которую наставил странный вопрос данном наш якубович скинул если ты сам понял что это то я по 3 но наверно самоуничтожается уже какой там 10 или 15 самоуничтожение от этого парня слишком много минок снова стоит у релки на базе есть три слева и одна на подъеме справа еще и на рената оставлено минка возле его подъема на которой он не наезжает на могу подорваться размер продолжается 6 половиной минут у релки есть овердрайв я не понимаю почему он стоит также у рената есть овердрайв вопрос остается тем же я не знаю почему не стоял как тебе вообще игровая ну немножко неинтересно самую капельку второй раунд был интересно когда много флагов было все играли старались доминировать ну ренат по крайней мере пытался это делать этот раунд тут уже такой больше в окопной войне проходит такой 0-0 5 минут не одного флага я такого давно не видел даже сегодня это редкость у нас на сегодняшний день тренат кстати убивает все таки своего противника не путает базы едет на доставочку не туда куда надо а в центре тем временем аптека литринад выдал успел выдать дамаг у релки а вместе тех которого оставил как обычно пылесос есть дробь на карте он в роли пылесоса редмонда работает маринат выигрывает 1-0 стоят ребята на холме и смотрят друг на друга и нечего сказать в ответ уменьшите мне немножко поэт в аминке на базах но как-то вот релка уже что-то хотя бы делать он выдвигается не стоит на базе аренацию очередь по быстреньку пытается куда-то убежать но нету дни 3 у релки он сможет доставить флажочек хотя 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 когда сможете успевать доставлять тряпочку но рената будет увозить у него есть аптека у него есть еще и дт на поражает почему-то не тру но вот неплохо релка сбивает аптеку и надо на и разбивает прицел молота релки и вот доставочка флага 21 за 4 минуты до конца релка снова едет с флажком на двойных там если на там похватывает тоже флажочек у него сдашка нужно включить дт и дамаж но опять не то я кстати не знаю почему если мне кто-то скажет почему вы включаете сначала дашку потом не тру допустиме три быстрые когда дашки поэтому какая разница но я не знаю зачем враги нитра есть не собираешься конечно ставить флаг вот уже прям совсем чуть-чуть утром сейчас то они конечно не очень нужна остается на остается один застен молота релкой что у нас что делает рената поедки на этого противника своего ну добей ты его у тебя еще не флажочек будет в кармане ты сможешь поставить вверх этот раунд видимо он не хочет этого делать вот саму ислажает царелка зачем-то он объехал эту стенку интересно объехал стеночку и поехал обратно путем он теперь будет играть и на дробь обратно коробку броню лежит аптека и грелка куда-то собирается ехать напомним что рельки надо привести два флага уже три три флага ему надо привести если он хочет свести эту игру на пенальти раунд проигрывает он матч 1 ноги кстати мне неясен момент почему он стоял на центре когда рената ставил флаг мне тоже кажется что там просто базу перепутал это было слишком странно но сейчас еще одна микро дуэль релка неплохо сполняет убил один молот попытался бить стороннюю не получилось все таки погибает и иран будет на выдвижение ехать уже на нитре быстренько на своем хантере пытаться заставить флажочек но есть респаун не проходит почему-то я постоянно хочу назвать его белкой белка релька почему бы нет по релка белка ну да все четко но релька не вернул флаг правильно все сделать скорее всего на ренатик успеет тем более релька с вольтухи не попадает ренат тоже по нему не попадает так некоторые упадают дробинки некоторые и в итоге у нас снова размер не интересно почему именно релка и вообще тарелка или релька потому что ничем мелко гребли пошли белка почему в конце 2 а ну какая разница этот никнейм я думаю давным-давно делал когда еще играл за матфьюжен если кто помнит такой клан поэтому это было стародавние времена непонятно а нет у него прошлый ник был амир 98 насколько я помню а после этого он поменял на релику вот в матфьюженом был под никнеймом амир 98 ну может там цифры какие-то другие были я точно не уверен амир там точно было а потом поменял свой никем на рельку и не знаю ну то рената планеты не говорят опасно паника подрывать станинки релька будет его добивать ренат еще подбирает коробку брони коробка аптеки и буду стать ложечек уже читать для себя 4 1 можно спокойно поздравить рената с проходного до 16 хотя бы молоту и отключимся до розыгрыша да а сразу разыграем отлично все спасибо ребятам за такую хорошую достойную игру поздравляем еще раз рената и переходим постепенно к розыгрышу